Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем катать на нашем драндулете. Обновление с Турции вышло, наконец, в стабильную ветку. На самом деле, я думал, изменений вообще никаких не будет относительно нестабильной ветки. То есть, в релизной версии, я думал, ну, будут только фиксы какие-нибудь и так далее. Но, оказалось, также завезли и новый контент. Я особо не вчитывался в список изменений, но в игру завезли вроде как какие-то особенные специальные ремкомплекты для починки колес. То есть, теперь, наверное, не знаю, я осмелюсь предположить, нельзя починить колеса стандартным гаечным ключом. Давайте прямо сейчас это и попробуем. У нас, кстати, тут валяется до сих пор карбюратор, смотрите, бензобак, надо весь этот хлам попродавать. Так, во-первых, я слышу шаги. Не помню, раньше такое было. Но теперь я слышу свои шаги, ничего себе, вот это инновация. До чего технологии дошли в играх. Так, давайте на домкрате приподнимем наш автомобиль. Открутим сейчас, ну, одного колеса будет достаточно. Оно целое вообще? Вот, не совсем целое. Смотрите, берем, значит, гаечный ключ. Ну-ка. Да, и починить-то мы его не можем. Так что золотой наш ключик не всегда будет теперь выручать нас. Вот это, на самом деле, отлично, что так сделали. Теперь хоть у кого золотой ключ имеется, придется все-таки деньги тратить для того, чтобы либо купить новые колеса. У нас еще один бензобак, кстати. Сейчас мы все это с вами будем продавать. И также посмотрим, как выглядят эти ремкомплекты и вообще продаются ли они здесь в магазине. Давайте для начала зайдем к механику. Может, что-нибудь новенького у механика появилось. Было бы здорово. Так, ну вот, смотрите, еще одно изменение. Теперь диалоговое окно изменилось. Преобразилось визуально. Но говорит он, по-моему, те же слова. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Может, у него что-нибудь по покрасочкам интересное появилось? Ну-ка. Так, какой-то необычный черный цвет. Не уверен, друзья, что он был и раньше. На самом деле, возможно, и шаги раньше были. Просто я не замечал, а сейчас заметил. Но какой-то непонятный черный цвет, естественно, мы его приобретем. И такой же красный есть, смотрите. Это типа перламутровый. Смотрите, куда-то улетает мой кошелечек. Слышь, механик, я надеюсь, это не ты медленно пытаешься вытащить у меня бумажник. Ну, давайте, друзья, купим тогда перламутровый красный и перламутровый черный. Посмотрим, что это за цвета такие. Так, да, спасибо, спасибо. Слушай, у тебя еще что-нибудь не завалялось? Например, какие-нибудь новые апгрейды? Нет, апгрейды все старые. Ну, и детали здесь тоже все старые. Так, ты не вытащил у меня кошелек, я надеюсь, кусок говна. Я хотел сказать до свидания, спасибо, спасибо. Так, красочки. Давайте сейчас посмотрим. Для начала тогда выберем путь, наверное, чтобы расцвело. А то ни хера не видно, и мы не сможем заценить полностью цвет. Давайте подъедем в магазин, к магазину, к заправке. Так, тихо. Снова я, как всегда, пытаюсь отшлепать свой автомобиль. Так, напоминает нам про ключи. Не помню, чтобы раньше такое было. Так, заводимся. И, по-моему, нам нужно съехать вниз, да? Включил я фары. Было бы неплохо также отмыть наш автомобиль. И так, что-то в поведении также изменилось. Тачка снова плавает. Да, блин, вот говно. Я думал, это пофиксили. И теперь такое будет только, если лужи какие-нибудь имеются на дороге. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, у меня какие-то колеса совсем спустились. Сейчас посмотрим. Так, блин, по привычке теперь нажимаю Enter. Все, совсем уже забыл. Так, ну только задние колеса. У нас повреждены, но не до такой степени... А, нет, еще вот это вот переднее. Но не до такой степени, чтобы машина плавала. Кстати, номерные знаки вроде как теперь изменились. Если я не ошибаюсь, на каждом автомобиле теперь номера. Так, а спереди у нас нет, да, их? Они были раньше, но теперь они рандомно генерируются. То есть, когда начинаешь новую игру, генерируется свой собственный номер. И у каждого игрока будет разный. Так что можно сказать, у каждого игрока своя история. Так, ну давайте зайдем в магазин. Вот, 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 смотрите, ремкомплекты специальные. По 5 баксов всего лишь. Ну, кстати, неплохо. Я бы дороже, на самом деле, сделал. Так, слушайте, а как приближать? Все, начинаю вспоминать. Да, 5 баксов, это очень дешево. Давайте два ремкомплекта прикупим. Посмотрим, как они работают вообще. И сейчас продадим тогда бензобак. Смотрите, червено вино. По-моему, тоже изменили, раньше такого не было. Или было такое лекарство, смотрите, написано. Не знаю, в общем, возможно, я опять же внимания не обращал. Прежда. Или прежда, хрен его знает. Так, ну ладно, мы шли к нашему автомобилю для того, чтобы взять сейчас в руки бензобак 1, бензобак 2, продать весь этот хлам. Сколько у нас там вообще денег-то осталось после покупки краски? Нормально, денег у нас неплохо. Колесо тогда можно тоже продать, раз уж мы починим свои старые. Отмывать только вот все это придется. Так, карбюратор мы тоже берем. Смотрите, он провалился сквозь один бензобак, но ничего страшного. Жалко, в корзинку нельзя засунуть, чтобы удобнее было переносить. Так, отдаем бензобак. Один улетел, по-моему, куда-то. Я мимолетно посмотрел, он куда-то подлетел. И непонятно, где он сейчас находится, но это не важно. Главное, деньги мы сейчас получим. Давайте также продаем тогда колесо. И что у нас еще там осталось? Бутылка вина, кстати, сколько она там стоит? Так, и смотрите, теперь даже описание изменилось по ценам относительно. Теперь имеется цена покупки, и она указана в скобочках, как вы видите. Так, ладно. Сколько там, 50 баксов? Давайте, давайте избавимся. Почему бы и нет? Начнем все практически с чистого листа. Оставим только краску. Так, берем колесо. Что там еще? Я вот не вижу. Что это такое? Погодите, новый предмет. А, нет, это сигареты. От сигарет, в принципе, тоже можно избавиться, раз уж мы решили избавляться от всего. Сколько нам? Блин, ну что там? Сигареты дешевые, конечно. Так, ладно, давайте отнесем сначала эти предметы. Потому что я опять решил не использовать корзинки. Я надеюсь, у нее бабок хватит. Вроде должно. 94 мы уже получим. Как раз на ремкомплекты мы будем эти деньги тратить. И также на заправку, естественно. Так, и еще там вроде как сигареты остались. Как бы их вытянуть. И вон еще кофеек, смотрите. Кофеек тоже дешевый. Так, все. Теперь у нас осталась в машине только краска. И, собственно, масло. Больше ничегошеньки. Так что мы можем смело уже проезжать через границу, не опасаясь за то, что что-нибудь у нас конфискуют. Отлично. И у нее плюс денег хватило. Замечательно. Давайте тогда заправим наш автомобиль сразу. А потом уже получим деньги. Наверное, я помою тачку. Да, заморочить помою. Что-то она выглядит как кусок говна. И плюс мы еще хотели ее перекрасить. И полностью насладиться, так сказать, новыми цветами. Новыми красками. Так что давайте сначала тогда заправимся. Зальем немного маслица. Вот, смотрите, вот это другое дело. Никогда не любил, конечно, мыть в этой игре автомобили, потому что это слишком много времени занимает. Но это того, пожалуй, стоило. Так, что-то я решил, видимо, спереть ведро с водой. Ну, никто вроде не видит. Я думаю, ничего страшного. Давайте возьмем кошелек. Продадим пустые емкости. Из-под масла. И получим наши денежки, наконец. Сейчас нужно также проверить. Машина по-прежнему будет плавать после того, как мы починим колеса. Возможно, придется сейчас резину менять. Я забыл, какая у меня сейчас стоит резина. Погодите, что? Мне показалось, надпись просвечивается сквозь стену. Но нет, это лишь показалось. Так, давайте починим тогда сперва-наперво все под капотом. Так, здесь у нас все в порядке. Тут даже водичка имеется. Фильтр. Двигатель. Карбюратор. Так, с зажиганием было все в порядке. Закрываем капот тогда. Там уже оптимальное количество масла. Бензин я заправил. Деньги мы получили. Так, и вот ремкомплекты я забыл. Я, кстати, много раз что-либо забывал. Покупал что-то и забывал в магазине. Причем так незаметно лежат эти упаковочки. Черные на черном. Так, ну давайте смотреть, можем ли мы починить колесо, не поднимая машину на домкрат. Не можем, да? Или это целые колеса? Нет, не можем. Да, и смотрите, у нас тут резина-то внедорожная. Из-за этого, скорее всего, и ощущение, будто мы плаваем. Так, ладно, давайте поднимать тогда машину с помощью домкрата. Приподнимаем. Ну, наверное, как и раньше, нужно откручивать колеса и только потом их уже чинить. Или нет, задние не целые. А, только одно вот это вот переднее у нас целое. Да, и ремкомплектов тогда в итоге не хватит. Интересно, они полностью чинят? Было бы неплохо, если бы единица здесь прочности оставалась, чтобы чисто протестить. Полностью или чинят этот ремкомплект? Ну, скорее всего, нет, раз так дешево стоит. Ну-ка. Так, погодите, он вообще не действует, честно говоря. Не очень понимаю, как он работает. Может, его как-то распаковать надо? Да нет, вроде. Или неужели надо снять колесо? Или не надо было откручивать? Так, хорошо, давайте попробуем закрутить. Допустим, я закрутил. Нет. Я нажимаю левую клавишу мыши, но ничего не происходит. Хорошо, давайте открутим и возьмем колесо, киданем куда-нибудь вот сюда. Ничего не происходит. Видимо, эти ремкомплекты можно использовать только когда колесо пробило. Скорее всего, так и есть. Так что мы оставляем, значит, эти две упаковочки. Смотрите, они крошечные на самом деле. Ценник летает, правда, где-то. Ну да ладно, не будем на это внимание обращать. Закрываем тогда багажник, все обратно прикручиваем. Колеса мы, наверное, менять не будем, я потерплю. Потерплю это ощущение от вождения, наверное. Блин, или все-таки прикупить новую резину. Нет, не будем мы, короче, заморачиваться. Случайно окошко открыл вместо того, чтобы закрыть. Дверь. И смотрите, шланг еще отплясывает. Так, ладно, все. Давайте выбирать, в общем, путь. Какой-нибудь средненький возьмем и поедем прокатимся, посмотрим. Может, еще что-нибудь новенькое обнаружим. Так, блин, ну, 280 километров это, конечно, мало, но там свалочка есть. А мне хочется попасть на свалку, так что мы выбираем конкретно этот путь. Все, сейчас будет расцветать уже. Ну, расцвело, конечно, но чуть поярче будет. Там солнечная погода должна быть. Блин, и, кстати, смотрите, аккумулятор садится. Надо, наверное, подняться наверх, обратно к механику. И прикупить новый аккумулятор. Или, может, не стоит заморачиваться. Сколько там? Сколько там... Да еб твою мать. Сколько там осталось заряда в аккумуляторе? Процентов. 16 процентов. Нет, надо возвращаться, друзья, в любом случае. Так что разворачиваемся. Как раз у механика проканемся и попробуем перекрасить наш автомобиль. Да, тачка до сих пор плавает. Собственно, неудивительно ничего, потому что не изменилось. Я только избавился от некоторых предметов. И вес стал пониже. Но это ничего не дало. Да, как плавала, так и плавает наша тачка, к сожалению. Все, поменял я аккумулятор. Но давайте посмотрим на этот перламутровый цвет. Для начала я предлагаю красненькие заюзать. Так, давайте смотреть. Смотрите, он какой-то вишневый скорее. Или это название просто сменили? Это типа металлик цвет? Потому что я не вижу, чтобы что-то менялось. Ну да, как будто это металлик цвет. Теперь немножко оттенок изменился, конечно. Но выглядит, честно говоря, так себе. Да, что-то не особо. По-моему, название металлик просто сменили на перламутр. Что-то кал какой-то. Так, ну-ка давайте попробуем черный цвет. Может, получше будет. Вы видите вообще, что что-нибудь меняется? И смотрите, когда я наношу цвет, такое ощущение, что оттенок какой-то болотный. А не черный перламутр. Ну, я не знаю, короче. По-моему, вообще нихера не изменяется. Наклеек у нас никаких нет вроде как. Да, точно нет. Да, ну, немножко разочарованный, я честно говоря. Но краску мы оставим на всякий случай. Аккумулятор сколько там стоит? Доллара два, наверное. Два с половиной бакса. Ну, давайте пока тоже оставим. Если ничего по дороге не найдем. Хоть какие-то деньги у нас будут. Так, все, присаживаемся тогда. И пора ехать. А то сейчас мы будем ехать через границу. И уже наступит ночь. Блин, слушайте, может попробовать отсюда сигануть? Давайте. Рискнем. Оп. Так. Не очень мягкая посадочка. Но все в порядке. Углушимся. Вылезаем. Сейчас перевернем машину, друзья. Не волнуйтесь. Зато быстро было. Так, давай. Отлично. Замечательно. Ну, относительно быстро, конечно, на самом деле. Все-таки пришлось выходить, переворачивать машину. Мы бы, наверное, уже нормально по-человечески спустились. Но ничего страшного. Так, все, давайте врубать радио. И погнали. Твою мать, в забор еще похерачился. Так, а вот первая коробочка. Кстати, я хотел рассказать для тех, кто не знает, что Турция это конечная остановка. Больше новых путей разработчики добавлять не собираются. Так, давайте распакуем ящичек. Теперь будет только новый контент. Какие-то функции. Так, бутылочка. Ну, неплохо. Давайте возьмем. Одна, конечно, бутылка на такой гигантский коробок. А тем не менее, сойдет. Лучше одна бутылочка, чем полный ящик в веревке. Это что такое? А, это неровности на дорогах. Пробоина. Поехали дальше. Так что да, новых путей не ждите. Только если в DLC. Но сомневаюсь, что будет какой-то DLC. Или совсем уж огромное обновление потом в конце. Теперь будут разработчики постепенно выходить из раннего доступа. Добавлять какие-нибудь новые детали, например. Новые покраски. Вот то, о чем я мечтал. Какие-то новые функции. Может быть, изменять искусственный интеллект. Наконец, переработают Ахмеда. Напарника нашего. Если кто помнит вообще его. Он до сих пор где-то стоит возле гаража. И ничего не делает. Так, а вот и уже и темнеет. Так что давайте врубим фары. Тихо, тихо, выбоина. Нормально. Неудобно, когда я скольжу, будто на льду езжу. Но нормально. Можно перетерпеть. Смотрите, смотрите, сейчас дрифт будет. Без ручника. На повороте. Так, разгоняемся. Поворот. Ну, хреновый дрифт получился. Так, что у нас там? Колесо. Колесо скоро сдохнет. Ну, вот и проверим тогда ремкомплект заодно. Давайте себе специально наезжать на это говно. Чтобы побыстрее колесо пробило. Мне показалось там тачка брошенная. Но нет, к сожалению. Это лишь ограждение. И, судя по всему, свалка будет в конце нашей поездочки. Потому что я уже больше половины, мне кажется, проехал. Путь короткий. Поэтому здесь просто прямая дорога. Шоссе. И ничего более. Так, нашел я тут коробочек еще один. Небольшой. И еще одна бутылочка вина. Просто балует меня сегодня. Так, залезаем обратно. И погнали дальше. Наверное, свет в салоне тоже стоит включить. У нас полный заряд аккумулятора. Так что переживать, я думаю, не стоит. Причем мы уже практически приехали в город. Так, кажется, я заблудился. И проехал, по-моему, свалку. Может, она все-таки в начале была вообще. Я, по-моему, уже в город въезжаю. Или вот свалка. Нет, это завод какой-то. Или это свалка. Так, блин. Ой, тихо, тихо. Какое-то ограждение тут. Я бы сказал, странновато. Ну-ка, а здесь мы можем упасть? Нет, упасть мы здесь не можем. Так, а если выйдем из машины, например? Так, давайте наглушанемся. У нас все хуже и хуже по колесам. Блин, смотрите, какая дичь. Я смогу потом подняться, если я сейчас спрыгну? Ну, это абуз тогда. Смотрите. Можно ничего не закладывать. Я не выйду, правда. Ничего не закладывать при входе. Я надеюсь, я смогу как-то сдать назад. Ну-ка, а что, если мы толкнем тачку? Не, ну, в любом случае, сбросить туда вниз мы ее не сможем. Да, давайте попробуем сдать назад. Так, ну-ка. Сдаем. Нет, по-моему, мы застряли навсегда, друзья. Давай. Давай же. Индикаторы, кстати, не горят почему-то. Странно. Что-то я начал творить какую-то дичь. Так, ну-ка. Ай, ёптвою мать! Ну все, до свидания. Машина, ты прыгнешь, может? Мы здесь будем вдвоем. Будет повеселее. Но я, кстати, не за забор сиганул. Хотя вот здесь вот тоже забор, по-моему. Я вроде как смогу подняться назад. Но начинаю в этом сомневаться. Ну-ка. Эй, черт. О, отлично. Так. Теперь нам нужно как-то на мост попасть. На самом деле подняться наверх достаточно легко. Но я сомневаюсь, что мы теперь как-то сдвинем наш автомобиль. Разве что попробуйте на дамкрат поставить. Ну, я не знаю. По-моему, это херовая идея. Ну, а если так, я шлепать ничего не происходит. Может, по крыше? Не, ни хера абсолютно. Сейчас я только опять упаду. И все. Да, ничего не меняется. Давайте действительно попробуем дамкрат взять. Поставить его вот сюда вот. Может, что изменится? Приподнять автомобиль. Теперь пошлепать, например. А, шлепать я не могу. Когда на дамкрат поставил. Нет. Да, тогда это вообще бесполезно. Не знаю. Давайте попробуем запрыгнуть. Или еще как-нибудь. Смотрите, у нас уже в днище что-то появилось. Так, ну-ка давайте заглушим. Потом снова заведем. Почему индикаторы перестали гореть? Не, ну никак. Не вперед. Не назад. Абсолютно бесполезно. Ничего я сделать не смогу в данной ситуации. Так что, не знаю. Давайте врубим радио. Выйдем. И на этом, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok